БРИКС все-таки не является организацией в чистом виде, это некая площадка для обсуждения, для решения некоторых проблем. Если мы посмотрим, кто активно настаивает на создание банка БРИКС, это, прежде всего, Китай. Это одна из концепций Си Цзиньпина, который вообще во многих своих речах противоставляет вот этот пока что теоретический банк БРИКС Международному валютному фонду, Мировому банку. То есть, по сути дела, это попытка сформировать новую реальность. Это вполне укладывается в китайскую концепцию, когда страна не интегрируется в мировое сообщество и не пытается, скажем, перехватить какие-то вершины управления экономикой, а создает параллельную реальность и потом выталкивает первую реальность из, так сказать, активного оборота. Вот Китай за счет разных вещей пытается создать параллельную реальность, параллельную западной экономической системе. И здесь у России, конечно, очень сложный выбор. Если этот банк создается, что сам по себе банк прекрасен, потому что может финансировать целый ряд проектов, тогда, конечно, мы четко понимаем, что мы приходим, если следуем за китайской концепцией, к колоссальному конфликту с западным экономическим миром. Просто вырулить из этой ситуации, что, мол, еще один банк создается, не удастся, поскольку участвуют очень мощные страны, которые покрывают едва ли не треть населения земного шара, учитывая Бразилию и Индию. С другой стороны, главный вопрос не создание банка, а главный вопрос это, какие проекты будут финансироваться, будет ли этот банк нацелен на введение некой альтернативной системы финансирования крупнейших мировых проектов, и, по сути дела, будет ли этот банк своей силой подкреплять устойчивость юаня. Если мы абсолютно параллельно вспомним, что все страны БРИКС, по сути, перешли на прямые платежи без доллара, то есть юань, рубль, юань, бразильская валюта и так далее, то мы должны понимать, что, по сути дела, Китай пытается создать свою альтернативную финансовую систему, не объявляя ее свободно конвертируемой при этом. И то есть это приводит к некому конфликту, потому что, оказывается, экономические системы будут зависеть от устойчивости китайской экономике. И мы будем в прямом смысле молиться на то, чтобы китайская экономика не завалилась.